Девушки отдыхают Ну что, как дела с брейндансами? Есть крутые записи? Ну, смотря что считать крутым. Варнуха покатит? Давай о другом поговорим. Без проблем, я не спешу. Слушай, я все обдумал. Я помогу тебе разрулить историю с облаками. Спасибо тебе. А то я, кажется, успела утратить веру во все. Встречаемся ранним утром перед Мегабашней H8. Терраса на верхнем уровне облаков. Только, Ам, ты уж приди. Ну так, какой у нас план? Погоди. Сначала надо поговорить с Майкой Маэдой. Без нее можно даже не начинать что-то планировать. Майку Маэда? Кто это такая? Она неофициальный босс в облаках. Довольно хороший. А официально она кто? Просто кукла. То есть никто. Ты уверена, что эта Майка нас поддержит? Если бы я была уверена, я бы ей просто позвонила, а не уговаривала тебя помочь. Давай по-другому. Ты можешь гарантировать, что она нас выслушает, а не вышвырнет в окно? Да, конечно. Ну, это уже что-то. Когда к ней пойдем? Рано утром. Облака будут закрыты. Сможем поговорить без свидетелей. Насколько рано? До восьми. Встретимся у входа. Хотя нет. Давай лучше на балконе над клубом. Зайдем незаметно. Никто не узнает, что мы там были. Договорились. На балконе. Меня зовут Джефферсон Пирарис. Я отвечаю за эти слова. Джефферсон Пирарис. Джефферсон Пирарис. Субтитры делал DimaTorzok Корпорация «Милитех» признается лучшим работодателем «Найт-Сити». Компания побеждает благодаря ряду преимуществ и бонусов для работников, таких как ежегодный оплачиваемый пятидневный отпуск, неограниченный доступ к препаратам-стимуляторам и социальное покрытие имплантов. Больше всего впечатляет то, что 34% работников включены в список вероятных получателей пенсионного обеспечения. К другим новостям. Полицейские «Найт-Сити» расширили свои полномочия. Теперь они могут задерживать подозреваемых в уголовных преступлениях на срок до года, не выдвигая обвинений. Также блюстители порядка в «Найт-Сити» ввели новое правило, согласно которому выстрел в конечность может считаться предупредительным. Это обеспечит безопасность полицейских. К другим новостям. Служба кибернетических технологий «Найт-Сити» официально расформирована из-за оптимизации «Бит-Жан». Департамент, который ранее отвечал за сертификацию имплантов, закроется уже в следующем... Простите, сэм. Можно вас отвлечь миломинутно? Попробуйте. Простите, сэм. Можно вас отвлечь миломинам? Здравствуй. Простите. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Я открою Тут довольно сложные замки Такие без подготовки не откроешь Сможешь обойти их защиту? Ага, я очень надеялась, что с тех пор, как я ушла, у них тут ничего не поменялось Надежды оправдались Как два пальца Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Я пришел за инфой и получил ее Я старался, чтобы никто из тех, кто встал у меня на пути, не закончил бы в пластиковом мешке Спасибо большое А что тебе надо на этот раз? Снова будешь мучить наших кукол? Джуди хочет поговорить Насчет облаков Хочешь вернуться? Окей Я всегда говорила, что ты классный монтажер Не пойму только, зачем было притаскивать этот хвост Я не собираюсь возвращаться, потому что вы считаете кукол за мясо И это не изменится, пока мы не отберем облака у тигриных когтей Слушай, я понимаю, то, что случилось с Эвой, тебя потрясло А я думала, ты ничего не знаешь Было ясно, что ее ждет печальный конец Странно, что он наступил так поздно Мы должны что-то сделать Иначе со всеми будет как с Эвой Дубман насиловал ее, пока она была без сознания А потом продал Как ненужный хлам Надо быть спокойнее, Джуди Ладно Ты вроде в более адекватном состоянии Объясни, в чем дело Ты хоть знаешь, сколько стоит мое время? Ты подумай над тем, что сказала Джуди Идея-то хорошая Смотри-ка У тебя появился первый настоящий фанат Ты знаешь, что Дубман сделал с Эвелин, когда ей нужна была помощь? И ты согласна это терпеть? Клубом управляют боссы тигриных когтей Знаешь, сколько я для них значу? Столько же, сколько вы и ваши проблемы для меня То есть почти ничего Так может, ты вообще не должна тут работать? Давайте я сделаю вид, что вы не приходили По старой дружбе, Джуди Буквально через минуту охрана поймет, что вы здесь У вас будет два варианта Или вы сами отсюда выйдете Или вас вышвырнут Это не угроза и не фигура речи Просто дружеское предупреждение С меня хватит Я ухожу Разумный выбор А чтоб ты не думала, будто я совсем отмахиваюсь Через пару минут Форест будет на техническом этаже Один Ты пойми, я тебе не враг А я не спрашивала твоего мнения Как все классно прошло Она просто нас послала Мне кажется, она тупо боится Если что-то пойдет не так, она потеряет работу Или вообще жизнь Поэтому лучше оставить все как есть и не рыпаться Девушки отдыхают Между вами что-то было? Давно Мне тогда просто было одиноко Как и всем в Найт-Сити Она тогда была совсем другой И я тоже Людям, которым важна только выгода, нельзя доверять Никогда не знаешь, что им покажется более выгодным Дружески похлопать тебя по плечу Или всадить нож в спину Да, полностью согласна Просто она Когда-то мне очень нравилась Я не сразу поняла, кто она на самом деле Но Какая бы ни была Без нее никак Блин А ведь я могла утром уехать поплавать Мне кажется, тебе сейчас не помешает отдохнуть Да и мне тоже Да, только это будет не совсем отдых У меня есть одна идея Я над ней работаю, но пока не уверена, что все получится Ну да Я что-то не очень представляю Как ты валяешься на шезлонге и пьешь коктейль через трубочку Если я лягу на шезлонг, я начну думать, как все могло бы быть А мне как раз этого и не хочется Что за... Погоди минуту Что сделаем с Дуббаном? Лично я не понимаю, почему этот гондон еще жив Так что, идем к нему? Конечно Время убивать Поехали на лифте Так будет быстрее Технический этаж Знаешь, кто хуже корпоратов? Суки, которые метят в корпораты Ты про Майка? Какая же мерзкая баба Но надо признать, она верно оценила ваши шансы в этом деле Рейл А вы тут, блять, откуда взялись? Где Майка? Зачем она меня позвала? Эвелин умерла И ты пришел мне об этом сказать? Как это, блять, мило с твоей стороны? Вот тебе Поставь свечку Ты насиловал Эвелин, когда она была беззащитна Я мог бы свернуть ей шею и повесить голову вместо люстры Пока она бы не начала гнить А я ее отвез к Криперу Так что мне за это причиталось Она должна быть благодарна И вы тоже Ну так вот тебе моя благодарность Поберегивай см Weil Поставь вверх Смотри А вы тут блять откуда взялись? Где Майка? Зачем она меня позвала? Ты насиловал Эвелин, когда она была беззащитна. Я мог бы свернуть ей шею и повесить голову вместо люстры, пока она бы не начала гнить. А я ее отвез к Криперу, так что мне за это причиталось. Она должна быть благодарна, и вы тоже. Ну так вот тебе моя благодарность. Я вас увидел, поделки. Все! Хватит страдать херней! Субтитры сделал DimaTorzok Я думала, что почувствую удовольствие, облегчение. Все, нажимай первый этаж. Хочу уже выбраться отсюда поскорей. Мне казалось, вот он сдохнет, и мир станет лучше. И чувство было такое, такое сильное. Ну так мир и стал лучше. Одним махом мы спасли всех, кому этот выродок мог навредить. Подумай об этом. Они даже не узнают, что им что-то угрожало. Субтитры сделал DimaTorzok Надо вернуться к Майке с козырем в рукаве. Что, взывать к ее чувству справедливости не помогло? Майка убедит только конкретик. Так что дальше? Надо подумать. Нужно больше людей, это точно. Я поговорю с куклами. Позвоню тебе, как что-нибудь придумаю. До скорого, Ви. И спасибо. Чего тебе от меня нужно? Позвоню тебе. В чем дело? Я живу этажом выше. Вот и живи себе. Не лезь не в свое дело. Заткнись, Мендес. С соседями надо поговорить. Могу вам помочь? Возможно. Ты и Барри знаешь? Ну так. Здороваемся иногда. Он друг наш. Слушали вместе. Недавно вот уволился. Ушел, когда потерял лучшего друга. Вот боимся, как бы глупости не наделал. Расслабься ты, Петрова. У Барри стальные нервы. Просто он злобный старый хрен. Мендес. Может, проведаешь его, когда он успокоится? Ладно, почему нет. Мы все равно рядом живем. Спасибо. Только будь терпимей. Он бывший коп в депрессии. С ним непросто. Сделаю, что смогу. Эй, Барри. У тебя там все нормально? Молчание – знак согласия. В другой раз зайду. Продолжение следует... Скоро новый сезон. Еще как. Вот, о потеле поговорили. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Принтер, разработанный вместе со швейцарской мега-корпорацией Google Technologies, его можно увидеть кадры не позднее следующего года. А в стране простилась последняя живущая в дикой природе каула, получившая кличку Омега. Хотя куала — это дикий зверь, обитающий на окраине Сиднея, лавки ежедневно обеспечивали сунчатого пятью килограммами листьев эвкалитных и свежей питьевой зоной... Эй, это хорошая! Несколько лет назад Омега привлёк огромное доминочество представителей эссы, когда жители Сиднея вышли на акцию... ...сберег санитарной сфотографии. Все встали на защиту последнего на земле медвежонка. Это были главные мировые вещи. Эй, эля... Эй, еля... ...эй, еля, эля... ...эля... ...элью, но... ...эля... 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 КОНЕЦ 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 Нагреть меня хочешь? Нет, конечно, я просто... Имей в виду, я страшно такое не люблю. Так и хочется на этом и закончить разговор. С применением грубой силы. КОНЕЦ Ты совершаешь большую ошибку. Я не пытаюсь тебя обмануть. Я не думаю, что я без защиты. Подготовилась не хуже тебя. Да, что-то мерзко пахнет от этой затеи. Ну ладно, поверю на слово. Ты не пожалеешь. Очень надеюсь. Иначе пожалеешь ты. Не то чтобы я пугаю. Скинула тебе координаты. Угу, посмотрим. Скинула тебе координаты. Свинарник! Что это? Херняка. О, это план. Это затотеха. Крутая была штука в своё время. Когда ты в гостях, ты в гостях. Когда ты в гостях, ты в гостях. Скинула тебе координата. Не знаю. Как nell te danной. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...